Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Честное мнение» в студии Дмитрия Градовиков и Светлана Ладина. Программа вернулась из отпуска, и мы рады вновь приветствовать вас в прямом эфире. Здравствуйте! За время нашего отсутствия зрители сами начали обсуждение темы, которую мы хотели бы сегодня продолжить с вашим участием. Мария Долганова написала нам ВКонтакте. «Хочу предложить тему для обсуждения. Часто бывает, что в семье один из супругов приходит к вере, а второй нет. В нашей семье это папа. Когда я была маленькая, мама начала воцерковляться. Много лет пела на клиросе. Сейчас мне уже 25 лет. Папа до сих пор не ходит в храм. Встречает маму со службы, когда темно, но и близко к храму не подходит. Стоит за несколько метров за оградой, будто не пускает его что-то. Смотрим союз все вместе. Много папа чего читал, все знает, любого научит. А сам так живет. Почему так? Ведь столько времени все это тянется. У многих наших знакомых были такие же ситуации, но теперь они уже вместе ходят в храм. У других мужья так и остались категорически против. А у нас и не то, и не сё. Может быть, мы себя ведем неправильно? Может быть, кто-то поделится примерами из своей жизни? Вот такой вопрос задала Мария. А ещё один наш зритель, который представляется как Алекс Спит, добавляет к нему следующую проблему. Как быть тем семьям, в которых две веры. Живут дружно, умеренно справляют церковные праздники двух религий. Нормальные ли это? Вот такие, друзья, у нас сегодня вопросы. В принципе, мы их уже затрагивали и неоднократно, но актуальности свои они не теряют. Поэтому ждём ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Ну вот жалко, что Мария Долганова поставила такой вопрос, но какой-то свой пример тоже не написала. Но в её письме указано. Часто имеется в виду ответ на этот вопрос, как вот уживаться правильно. Но в её письме есть такое начало, да, часто так бывает. Ты узнаешь, такое бывает и в моей семье тоже есть. Если мама – это человек, который в свободную минуту старается пойти в храм, помолиться, которая постоянно участвует в церковных таинствах, живёт такой церковной жизнью, то папа в этом немножко от неё отстаёт. Но при этом я вижу не то навязывание, да, там, вот тебе нужно поститься, или вот тебе нужно на исповедь, или вот тебе нужно идти на причастие и так далее. То есть такое некое властное навязывание. А всё, наоборот, немножко по-доброму. Это касается тех случаев, когда они вместе куда-то едут, они могут вместе зайти в храм, вместе помолиться, вместе поставить свечи. И бывают такие моменты, когда вот эта вот оттепель происходит, и как-то такое единение церковное случается. Но оно такое постепенно, я надеюсь, что оно будет когда-нибудь даст свои такие уже плоды более живые. Но сам факт, что, наверное, не навязывание – это как раз-таки одно из таких важных моментов, которые в этой ситуации могут помочь. А рассказ, ну и, как говорится, своим примером нужно давать людям понимание, что ходить в церковь и верить в Бога, участвовать в таинствах – это не что-то этакое, что никак не меняет человека, а что, наоборот, делает человека самым лучшим человеком, можно так сказать. Ну, митрополит Антоний Сорожский высказывал такую мысль, что наши ближние, глядя на нас, должны вот видеть просто, что делает с нами Христос, как нас Христос меняет. А если вот этого преображения нет, то они вправе задать вопрос. И вот это всё, что может сделать с вами ваш Бог, это вот так? Ну тогда нам это не нужно. Вот. Я с тобой абсолютно согласна, что не должно быть навязывания, но это я сейчас согласна. А, например, когда в нашей семье была ситуация вот такая же, какую описывает Мария, то есть я уже начинала выцерковляться, а муж говорил, пожалуйста, если тебе это надо, я совершенно не против, но меня не трогай. А я с неофитским задором, запалом и напором всячески его призывала и уговаривала, и убеждала, и увещевала, и как он это всё выдержал. Это, конечно, было неправильно с моей стороны, но я, в принципе, много раз эту историю, мне кажется, рассказывала, не буду повторять в подробностях, но, слава Богу, что встретился батюшка, который мудро сказал, отстаньте, отстаньте его, не надо проповедовать, не надо уговаривать, не надо убеждать. Молитесь, молитесь, а Господь, который ведь тоже хочет, в первую очередь, Господь и хочет его обращения, он управит всё так, как надо, когда надо, а ваше дело молиться. Вот, собственно, и это очень быстро принесло плоды. То есть не было того молитвенного подвига многолетнего, который я себе там представила, ничего подобного. Господь очень быстро откликнулся, потому что, когда мы, наконец-то, замолкаем, получается, что в нашей душе, ну, хоть какие-то начатки смирения и доверия Богу начинают формироваться всерьёз. То есть что, ну, помолчи уже, помолчи и доверия-то Богу. А сам вот там тихонечко, осторожненько, ненавязчиво, и не насилуя волю другого человека, только что тоже очень хочется сделать, когда ты весь из себя правильный, неохитный. Правильный. Да, правильный, правильный, куда деваться. У нас первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Ой, здравствуйте, Евгений Александрович. Мы уже соскучились по вам и по всем соскучились. Ну, вот, рады вас слышать. Как вы там отдохнули? Ой, ну, слава Богу, вообще было, знаете, ещё с разными приключениями, и в больнице пришлось полежать. Ну, слава Богу, и общими молитвами всё хорошо. Ну, ясно. Я хотел вот о чём сказать. Во-первых, что такое воцерковился? Это раз. В церкви человек, или вне церкви, решает только Бог, а не сам человек. Это во-первых. Во-вторых, что значит посещать храм? Вспомните Иван, или что самарянка Фатимаска спрашивала у Христа, где нужно молиться, на горе, на этой, или в Иерусалиме? Что он ей сказал? Что настанут времена и настали уже, когда будут поклоняться отцу, и не на этой горе, и не в Иерусалиме, а в духе и истине. А и в духе и истине можно молиться в лесу. А у нас это всё зациклилось на одном понятии, что ходить в храм. Можно в храм ходить, ничего не иметь абсолютно. Вспомните Василия Блаженного, когда битком набитый храм был, мне спросили, сколько человек в храме. Он сказал, двое. А храм был битком. Вот в чём суть. Это уже отдельная тема для разговора. Так, но возникает тема причастия святых христовых тайн, без которого мы не можем спастись. То есть того таинства, вокруг которого построена церковь. Вот этого соединения с Богом, которого невозможно достичь никаким другим способом. То есть когда человек остаётся вне тела и крови христовых, вот это же страшно всегда. И это подвигает нас спасать его во что бы то ни стало, несмотря ни на что. И зачастую ломает человека. Это да. Ну и речь всё-таки идёт не о самом храме, как помещении, да? О том, что человек ходит в храм или не ходит в храм. Действительно он может прийти в храм и не верить. Он может просто стоять за компанией, так скажем, из уважения к супругу, из уважения к брату, не знаю, к каким-то своим родственникам. Мы же тоже говорим всё-таки о едином таком мировосприятии, единой вере людей. И здесь храм имеется в виду как души человека, а не как то место, куда люди приходят для совершения молитв и для участия в таинствах. Вот что нам написал Сергей Борцов, точнее не нам, а он отвечает Марии на её вопрос. Мария, если мужья до сих пор у кого-то против, значит, надо менять окружение мужей, как-то вмешиваться своими силами. Потому что на мужчин часто влияют друзья, которые и выпить, и иным греховным делом заняться не против. Ну и как прийти в храм к вере истинной, когда вокруг не агнцы, а козлища? Если удастся перетянуть с одного полюса социальных контактов на другой, истинный верный считайте полдела сделано. Ну, это, я не знаю, это какие-то кардинальные меры, и каким образом можно интересно изменить окружение мужа, если у него есть устоявшийся круг друзей, если этот круг вот непорочный, вот неоткровенно порочный, то, мне кажется, это какие-то вещи такие. Вот из области как раз неофитского запала. Эх, сейчас я всех тут, всех спасу. Постоянный зритель нашей передачи, Александр Медведев, который говорит, здравствуй, дорогая передача, рассказывает свою ситуацию. У меня ситуация ещё сложнее, так как ни мама, ни папа в храм не ходят вообще, а брату 17 лет, и он туда пришёл лишь один раз, когда было его крещение. Родители мои приняли таинство крещения в 1989 году, но, видимо, сделали это формально, так как вера их мертва. А сам я начал ходить в храм в 2010 году, и мне помог прийти к вере мой друг. Спасибо, Христос, за это. За родных и близких молюсь, подаю записки, но книги не покупаю, потому что читать они не будут. Только один небольшой плюс произошёл за это время. Моя мама стала почитать и просить у помощи у святой Блаженной Матроны, и даже купила себе маленькую иконку в кошелёк. Слава Богу, нужно время. Я надеюсь, и через некоторое время семья станет верующей. Мы однажды придём все вместе, например, на Рождество или на Пасху, в храм, на торжественную службу. Дай бы Бог, пишет Александр. Пусть так будет. И вы молодец, у вас очень правильная, действительно, по-настоящему христианская позиция. Действительно, никого не заставлять, не проповедовать. Ну, не то чтобы совсем, да, вот, ну, уж совсем ничего не говорить на эту тему, но именно с какой-то мудростью ждать. Николай Кирхеев говорит, моё мнение, это нежелание человека перемениться. То есть он вообще себя не видит грешником. Это Николай, судя по всему, даёт оценку вот той ситуации, которую Мария описывает относительно своего папы. Два раза общался с взрослым человеком, ему более 50 лет. Его мама, прихожанка храма, в который я хожу. Очень интересно было с ним беседовать, а вернее сказать, слушать. Он хорошо цитировал «Деяния апостолов», кое-что открыл для меня, незнакомое, кое-что напомнил, но ему непонятно, что человеку необходимо Евхаристия, спаситель нужен. «Только погибающим», говорит Николай. Но вообще на самом деле, пока ты сам вот лично не прочувствуешь, что ты погибаешь, я, знаешь, вспомнила, когда только начинала ходить в храм, но вот всё равно же этот стиль общения, который принят в храме, он незнаком, он непонятен. И вот когда говорили в ответ на какие-то, может быть, там поступки или с моей стороны, или там вот когда люди на паперти, которым что-то подал, они говорят, «Спаси тебя, Господи!» Я думала, «Господи, неужели такая грешница, что прямо вот видно, что надо меня спасать?» То есть сейчас это самое желанное, да, такое вот пожелание. А тогда это было так странно, да, вот прям на лбу написано, да? Это пожелание на день рождения Царствия Небесного, да? Вроде бы как бы оно для христианина такое должно быть наоборот желанное, да? А Царствие Небесное это что? Это значит, что мир, жизнь на земле закончится. По сути, человеку желают, как бы если с мирской точки зрения смотреть, желают оттошествия в мир иной. Я знаю ситуацию, когда в ответ на это пожелание был скандал, потому что женщина плакала и говорила, «Он смерти моей хочет!» А человек по-христиански пожелал, самого главного спастись пожелал. У нас звонок? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана. Очень приятно. Я хотела бы высказать свое мнение по поводу того, как, допустим, один из супругов выцерковляется раньше, а другой, ну, как бы не торопится. Вот правильно мнение высказано было, что не надо напирать на человека, не надо его, вот, как бы, насильно тащить, не надо упрекать, надо о нем, безусловно, налиться, но очень большая роль при этом духовника того, кто выцерковился первым, чтобы не было, ну, неправильного подхода. Вот в моем случае батюшка советы давал очень правильные. Вот, например, в пост нельзя, телевизор смотреть не благословляет. Он говорит, а ты так, половина с ним, а половина без него. То есть, чтобы второй супруг не был, ну, пренебрегаем, как бы, вот, задвигаем, чтобы он видел, что его уважают, но ждут пока, и о нем молятся. И вот, на моем примере видно, что вот это было правильно, и теперь мой супруг не только в храме, но и недавно было венчание. Ой, слава Богу, мы вас поздравляем от всей души. Многое благая вам лето, и можно пожелаем царства небесное, вы же правильно это поймете. Слава Богу. Да, у нас есть еще очень-очень интересное, я быстренько этим закончим. Татьяна Викторовна пишет, обидно, когда в семье нет понимания. У меня есть сестра, зная, что меня не переубедить, она принялась за моих внуков. Внучка, побывав у нее в гостях, по секрету сообщила, что сестра называет меня чокнутой на религии бабкой. А пятилетним внуком смеялась из-за того, что сев за угощение малыш помолился. Пришлось наглядно объяснить, как отличается наша жизнь от жизни моей сестры. Для себя сделала вывод молиться за сестру, но ограничить ее общение с внуками. Внуков молиться не заставляю, сказку им рассказываю после вечерних молитв. Внуки быстро сообразили, что лучше молиться вместе со мной, ведь в противном случае мне придется исполнять и их вечерние правила, а сказки могут и не дождаться уснут. Не нужно никого тянуть в храм, Господь сам все управит, зато так отрадно наблюдать, когда с семьей приходят в храм. Такая у бабушки гордость с победным видом по сторонам поглядывает. Друзья, спасибо вам большое за участие в этой программе. Мы очень надеемся, что кому-то что-то из сказанного помогло. С вами были Дмитрий Братовиков и Светлана Ладина. Программа «Честное мнение даст Бог». Завтра увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok